Слава Богу, братья и сестры. Я так дома подводил итоги этого года и предыдущих лет. И вот вспомнил одну историю про царя Новых Доносора, которому тоже Бог однажды сказал во сне его сновидений, потом Даниил истолковал пророчество, что вот эта статуя будет разбита. И потом в другом месте ему было сказано, что он превратится, можно сказать, в животное, если не воздаст славу Богу. И мы там дальше читаем, что спустя ровно 12 месяцев, вот он вышел посмотреть свои владения, я вот прочитаю с этого места. Все это сбылось над царем Новых Доносором. Это 4 глава 25 стиха и ниже. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в доме царства силою моего могущества и в славу моего величия? Еще речь сия была в устах царя, как с неба голос тебе говорят, царь Новых Доносор, царство отошло от тебя, и отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травой будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». В тот час и исполнилось это слово над Новых Доносором. Слава Богу! Знаете, вот прочитал это место и увидел часто на месте Новых Доносора, не буду говорить нас, может, вы не такие, но скажу, что себя. Бывает, видишь какие-то итоги в своей жизни, какие-то успехи, где-то Бог благословляет, но ты смотришь, что ты вроде тоже неплохо старался, и вроде бы заслуженно пожинаешь результаты своих трудов, но как часто нам важно воздавать славу Богу в своей жизни за то, что мы имеем. Именно вот каждый день можно завершать, так вот, за что? Иметь благодарность Богу, проанализировать свою жизнь, где нас Бог ввел, какими путями, как нам удавалось это проходить с Его помощью. И мы можем заметить то, что участие Бога в нашей жизни, оно практически абсолютно, если мы идем Его путями, если мы живем по Его Слову, то даже в каких-то бытовых вещах Бог нас благословляет. Иногда нам это не кажется благословением, бывает как-то тяжело, но потом по итогу мы видим результаты Божьей работы в нашей жизни. Просто главное об этом задуматься, то, что делает Бог в нашей жизни. Другое вспомнилась история про царя Езекию, когда ему было сказано то, что вот скоро его Бог заберет, что ему недолго осталось жить, и он начал перед Богом проситься еще пожить, и у него были такие вот слова, что вот сколько я все-таки послужил, сколько я все-таки сделал, неужели вот я именно сейчас уже достоин смерти и не могу пожить еще, да? И Бог ему продлил вот дни жизни, потому что это была правда, потому что то, что он сказал, это была правда, и я вот так подумал, что все-таки нам нужно жить так, чтобы мы имели возможность дать отчет в своем уповании на Бога, дать отчет о своей жизни перед Богом. Если Бог нас спросит, вот если пристанем вот перед таким вариантом, что скоро мы отойдем, очень часто Бог не предупреждает об этом, и чтобы мы имели возможность дать отчет в своем уповании, и чтобы это было не из страха смерти, не из страха того, что там, не дай Бог, мы можем попасть в ад, но чтобы это была вот наша жизнь, это был смысл нашей жизни, что мы идем с Богом, мы живем с Ним, мы Его знаем и познаем, и это наша обычная жизнь, и мы не можем как-то по-другому себе ее представить, чтобы это не было для нас такое, что вот мы всю свою христианскую жизнь проживаем вот в страхе того, что вот-вот можем где-то жизнь оборваться, надо стараться быть святым, надо стараться держаться Бога, потому что вот-вот где-то может жизнь оборваться, и там уже вечность. Нам нужно, Бог хочет с нами других отношений, чтобы они были, можно сказать, у нас в природе нашей, чтобы мы знали Бога, чтобы Он знал нас, чтобы наше общение было с Ним не из принужденности того, что мы очень хотим попасть в правильную вечность, но все-таки, чтобы Бог на протяжении всей нашей жизни, Он был нашим отцом, был нашим другом, который сопровождает нас, и мы следуем Ему, Его Слову, и поэтому как-то хотелось бы, вот нам на грядущий год, мы любим часто себе какие-то цели ставить в жизни, чтобы у нас эта цель была самая главная, что нам нужно иметь общение с Богом, что нам нужно, в первую очередь, если нету такого состояния, что вот ты просто живешь с Богом, ты в Нем находишься, ты в Нем, Он в тебе, и что ты живешь, и ты не пытаешься даже как-то, можно сказать, сказать правильно, стараться, да, то есть это твоя жизнь, это смысл твоей жизни, служение Богу, рассказать о Нем другим, чтобы твоя жизнь отображала Его, чтобы это вот наполнение Божие, оно было в нашей жизни, и чтобы мы имели такую природу Божью, то есть чтобы уже, когда мы читаем к евреям, то что уже человек, который ест твердую пищу, которому не нужно уже отличать добро и зло, потому что он уже это знает, то есть он уже способен на большее, он уже способен исполнять волю Божью, он уже способен быть служителем Божьим, он уже способен выполнять Божью миссию на этой земле, нести это Слово Божие другим людям, уже не бороться с какими-то очередными запинающими грехами, но чтобы уже это вошло в его природу, святость Божья наполнила его, потому что мы своей святостью не можем этого достигнуть, нам ее дает Бог, наше присутствие в нем, присутствие Духа Святого в нас, оно дает нам эту святость, мы порой где-то согрешаем, но освящаемся через него, и имеем эту святость в нем, и поэтому хотелось бы, чтобы мы вот на этот год как-то решили вот сегодняшнего дня, потому что часто замечаешь, что когда ты ставишь себе какие-то планы, какие-то обещания даешь вот на грядущий год, потом в конце видишь, что немного ты и сделал, и вроде бы хотел, и желание было большое, но главная ошибка, это было сказать, что завтра начну, потому что нужно начинать сегодня, сейчас, и когда ты вот решил, принял решение, начал делать, то идут и результаты, вот я помню, было такое состояние, не очень такое, оно было теплое что ли, и ты вот чувствуешь себя, ни рыба, ни мясо, и вот думаешь, ну все, завтра вот возьму, вот уделю время, как-то общению с Богом, вот помолюсь нормально, как-то вот обновиться в духе, надо, и потом завтра наступает, приходишь уставший, вот оно так, потом думаешь, ну завтра, уже сегодня устал, работы много было, какой-то день не задался, и потом на следующий день, опять такой же день, еще похуже этого, и ты потом понимаешь, что усталость, усталость, все как бы еще успеешь отдохнуть, и надо браться, и вот я помню, тогда встал на колени, начал молиться, и помню, вот стоял долго, так как-то, и вроде бы такая молитва сухая, и думаешь, ну как-то, наверное, уже пора закругляться, но вот думаю, ну я вот простою столько, сколько надо, пока вот Бог не наполнит мое сердце, пока не обновит, потому что у меня была идея не выполнить план молитвы, а именно найти Бога в этой молитве, и я помню, там несколько так часов, наверное, простоял, и вот где-то в последние мгновения Бог посетил, обновил духом, я помню, пережил такую радость, благословение, и на следующий день вся эта суета как-то пропала, приходишь, и ты даже не устал, и думаешь, вот оказывается, это все, может быть, даже дьявол какие-то искушения посылал, чтобы ты каждый день приходил, уставший, каждый день вот думал, завтра начну, и поэтому пусть нас Бог благословит, даст нам решительности, какие-то вот наши обеты, ему обещания, что мы решили в этом году исполнить, давайте начнем сегодня, по максимуму стараться что-то делать, вот приняли решение, и начали делать, потому что чем больше мы откладываем, чем больше мы думаем, что вот с Нового года начнется все, многие люди ждут от Нового года чего-то, но тут ничего особенного не произойдет, перелеснется календарь, начнется новая дата, может быть, мы будем менее выспавшимися, потому что спали мало, встречали Новый год, но по сути мы встречаем просто новую дату, никаких чудес не происходит в эти мгновения, все зависит только от нас самих, от нашего принятия решения, как поступать нам в этой жизни, как нам переступить через какие-то свои, может быть, немощи, и следовать вот этим вот намеченным целям, чтобы наше состояние, оно не было таким, чтобы нам нужно как-то сделать для формальности, чтобы нам нужно ходить в церковь для формальности, потому что вроде бы как верующая, нам нужно молиться для формальности, чтобы у нас это была наша жизнь, это был смысл нашей жизни, чтобы нам было интересно наше христианство, чтобы мы имели познание Бога и чтобы молитва, общение с Ним, это было по-настоящему общение, а не просто какой-то текст, может быть, заученный, как вот многие православные конфессии любят вот с листочка прочитать молитву, не всегда понимая смысл, ну пусть их Бог благословит и в этом, но нам нужно переходить на тот этап, что мы должны общаться, как вот мы друг с другом, чтобы наше общение было с Богом, оно было не такое какое-то официальное, но чтобы мы могли молиться, чтобы мы были услышаны и чтобы мы могли слышать Бога в этом новом году, пусть нас Бог благословит, чтобы мы Его встретили на коленях перед Богом, чтобы мы встретили Его в общении с Ним и также Его провели, потому что Он может нам принести что-то разные ситуации, кому-то может быть огорчение какое-то, может быть у кого-то будет какие-то печали, может радости, подъемы, но пусть нас Бог благословит, чтобы мы этот год прошли вместе и как я может в прошлый раз говорил, пусть Бог идет впереди нас, а мы будем идти за Ним и все какие-то обещания будем стараться начинать сегодня исполнять все, что зависит от нас, стараться делать сегодня, независимо от усталости, часто это наш вот бич, который нас и тянет вниз, что вот сегодня вроде бы устал и какая-то обыденность, нам неудобно, нам вот непривычно, что надо начинать вот так, вот я привык сегодня прийти с работы, там покушать и вроде бы уже и ко сну готовиться, вот сегодня сделай по-другому, вот сегодня сделай иначе, начни свой вечер совершенно по-другому, это очень неудобно, совсем непривычно и наш организм, наш вот разум, он нам часто не поддается, потому что он уже привык, он выработал эту привычку, но надо часто эти привычки нарушать, они нам идут во благо и потом мы имеем благословение, надо иметь эту настойчивость своей вот плотской природы, побеждать ее, потому что она часто с нами борется и Бог нам дает вот такие периоды, возможности, когда нам нужно, может быть, и не один час побороться за свое духовное состояние, потому что свою плоть мы часто питаем, я заметил то, что мы вот очень сильно любим свою плоть и часто мы ее питаем эмоционально и физически и все даем вот этому плотскому человеку духовного надо тоже кормить, чтобы он преобладал над плотским и тогда многие какие-то может быть проблемы в нашей жизни уйдут, будет легче со своим характером бороться, потому что ты уже борешься не сам, а впереди идет тебя Господь, Он дает тебе победу над твоими грехами, над твоей плотской природой и ты имеешь уже радость в жизни, радость в этом христианстве и это бремя, которое дает нам Господь Иисус, о котором Он говорил, оно благо и легко, поэтому давайте встанем на наши колени, помолимся, воздадим славу Богу за эти 12 месяцев, которые прошли и за то, что Бог сделал в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok